Рональд, насколько я поняла, у вас богатый опыт в финансовом секторе управления депозитами. Можете вы о нем рассказать? Сколько времени вы проработали в этой области? Мой опыт более глубок, чем то, что вы сейчас описали. На самом деле, всю свою жизнь я был предпринимателем. Главной составляющей для меня всегда была независимость. Однажды я попытался быть наемным работником, но не смог. Будучи предпринимателем, я сталкивался со множеством отраслей, среди которых был и финансовый мир. Все мои другие компании, как предпринимателя, такие как моя собственная линия одежды для женщин, продажа машин и импорт-экспорт, разрослись до такой степени, что у меня появился достаточный собственный капитал, который последовательно привел меня в мир финансов. Когда работаешь в области импорта-экспорта, ты имеешь дело с различными валютами и вынужден идти на биржу, чтобы продавать через брокера. И один из этих брокеров однажды сказал, «Рональд, я слежу за твоей жизнью достаточно долго, и ты всегда занят. Ты зарабатываешь деньги, это понятно, но какая у тебя цель?» И я ответил, что моя цель, как предпринимателя, заработать столько денег, сколько это возможно, потому что чем больше у меня денег, тем быстрее я выйду на пенсию, стану свободным и получу статус. Собственно, это все, чего люди хотят в обществе. Илья так думал в то время, по крайней мере. Тогда брокер сказал, «Ты перестань делать то, что ты сейчас делаешь. Закрой все эти компании и начни работать с деньгами. Выйди в мир финансов». И это было началом той ситуации, о которой вы упомянули в начале дискуссии. У брокера было место на рынке обмена валют. То есть он работал с различными валютами, депозитами, торговыми активами, чтобы сделать деньги на разницу курса обмена валют. И это включало ранее упомянутое управление активами. Эти три аспекта составили интересное предложение, с которым я согласился. Брокер сказал, «Ты можешь занять мое место здесь, я тебя обучу, представлю всем кругам, а взамен я хочу 10% от твоей годовой выручки». То есть он мне продал место в финансовом мире и попросил за это 10% комиссии, которую я ему платил. Я сказал, «Да, я согласен». Затем он ответил, «Есть одна вещь, которую тебе нужно знать. Если ты не можешь поместить свою совесть в пресловутый морозильник, и я имею в виду не на 18 градусов, а на 100, то не лезь туда». Это было послание. Вот что он хотел этим сказать. «Ты хочешь много денег, ты можешь это получить. Я могу помочь тебе, но это будет дорого стоить, потому что ты не сможешь это делать с чистой совестью». Но я в то время смеялся над этим. Я был молод и наивен. С юности по тому пути, по которому я пришел в настоящую жизнь, моя далекая от идеала молодость привела меня к развитию определенного взгляда на мир и человечество. Что вы подразумеваете под этим? Не было теплой любящей семьи? Моя мать всегда делала все возможное, чтобы заставить нас чувствовать себя любимыми. Но ей мешало поведение отца, которое заставляло нас чувствовать, как будто мы жили в зоне боевых действий друг с другом. Это не образцовая ситуация, в которой вырастают дети. Когда я был ребенком, я взрослел в таких условиях, что мне казалось, что мир и человечество даяки от идеала. Так что, когда вы положили свою совесть в морозильник, это стало отправной точкой? Я частично уже привык делать это из чувства самосохранения. Поэтому поместить мою совесть в морозильник для меня не было невыполнимой задачей. Так это стало для вас механизмом выживания? Да. И мой взгляд на человечество и окружающий мир тоже не был абсолютно положительным. Я думал только о себе. Так я вырос с чувством самосохранения. И так я заключил сделку. Это означало, что я медленно создал клиентскую базу. По мере того, как я улучшал свои навыки в сети, я глубже погружался в финансовый мир. А затем выяснилось, что мир действительно маленький. И вы начинаете это замечать. Даже когда я все еще занимался импортом и экспортом зерна и тому подобного, я замечал, что это всего лишь небольшой круг людей. И если мы говорим о жестком основном круге финансовом мире, я не имею в виду мисс Джин, работающую в банке, но большие глобальные потоки денег, которые используются для торговли. Вы сейчас имеете в виду мировые денежные потоки? То есть ведете речь не только о Нидерландах, где вы начали работать. Нидерланды играют определенную роль в этой истории. Но мир не вращается вокруг них. Нидерланды являются частью большой глобальной финансовой системы, в которой вы работаете на валютном рынке, если вы хотите совершить официальные транзакции. И многие банки, занимающиеся обменом валюты, получают определенные поручения от клиентов, которые самим клиентам сложно осуществить. Тогда возникает потребность в таких подставных людях, каким был я, которые вовлечены в большие денежные потоки. Мы использовали определенные финансовые конструкции, международное законодательство, чтобы перевести деньги таким образом, чтобы все было в порядке. Аналогичным образом работают и все надзорные органы, регулирующие органы во всем мире, потому что они существуют для этого. И никто не просыпается, видя, что происходит, как год или два назад, когда разразился скандал вокруг Панамы. Панамские документы? Да, тогда. Уклонение от уплаты налогов? Я думаю, что это было избежание налогов, уклонение от уплаты налогов. Уклонение от уплаты налогов – это когда вы нарушаете все правила. Это было связано с уклонением. Но когда вы видите, что там произошло с панамскими бумагами, это выглядит типа «Ребята, это старые новости, зачем вы им всем докучаете? Потому что это просто мелочь и ничего значимого». Тем не менее, для простых людей это серьезная новость, хотя ее преподносит как незначительную. Но это показывает, что в этом мире есть что-то очень неправильное, например, с тем, что в Нидерландах есть люди с определенными должностями, у которых есть банковские счета в Панаме, а также законодательством, которое позволяет им не платить налоги в Нидерландах, что по-прежнему является полностью легально. Подобные конструкции были частью моей работы, когда нам приходилось обменивать валюту. Затем ситуация изменилась. Прошли первые бойкоты в Ираке в начале 90-х годов, когда был объявлен бойкот Ираку из-за начавшейся там войны. И мы столкнулись с тем, что мы называли иракским долларом, которые были фактически американскими долларами. Американский доллар имеет прямое отношение к ценам на нефть, что делает его мировой торговой валютой, подкрепленной нефтью. Пока эта связь существует, доллар имеет ценность. Официально иракскому народу не разрешалось продавать свою нефть из-за бойкота, а на самом деле потому, что никогда прежде не было такого крупного бизнеса на нефти со скидками в этом случае, так как официально это не было разрешено. Со скидками нефть все еще пересекала границы. Поскольку энергия всегда оплачивалась долларами, эти иракские доллары должны были уйти куда-то. Вы не могли просто взять их из кассы в банки, потому что все инструкции и проверки действительно обеспечивали определенную защиту, потому что отмывание денег и преступность в то время, все это тоже происходило. Теперь мы называем это терроризмом, но тогда это тоже было так. Итак, вам нужны люди, чтобы создать схему, как это провести. Вас пригласили в банк в качестве подставных людей, например, в Германию, с подвалами, наполненных деньгами. Ничего себе. И тогда вы думаете, конечно, грузовики с деньгами, транспорт, деловая компания. Затем они показывают вам, грузовики заполнены доверху долларами, и они говорят вам, нам нужно избавиться от всех этих наличных денег. Поменяйте их на фунты, немецкие марки, то-то и то-то, таким-то и таким образом. И они должны пойти туда-то и туда-то. Мы сейчас говорим об отмывании денег или... Ну, это значит провести расчет на кассовые операции с наличными таким образом, чтобы мы могли легально, повторно ввести их в денежный оборот. Это была ваша задача? Это было задание, которое мы получили с моими коллегами. Хорошо. Так не бывает, что ты выполняешь задание в одиночку, потому что ты один не справишься. Это невозможно. Мы все знаем, как Скрудж Макдак загребал деньги лопатой, и мы буквально должны были это делать. Было невозможно сразу провести все операции с наличными, но нужно было найти какой-то способ. Раньше преобладающим способом оплаты были наличные деньги, тогда как в настоящее время большинство транзакций являются цифровыми. Но вы должны попытаться найти способ проводить денежные операции с наличными деньгами. Все, что вы хотите знать о мире, вы должны знать, следя за потоками денег. Это основополагающее здесь. Каждый может нести какую угодную чушь, но следи за деньгами, тогда ты найдешь правду. То же самое относится и к этой ситуации. Поэтому единственное, чего хотели Ирак и их партнеры, которые участвовали в сделке, это оставаться свободными от любых обвинений. Потому что партнеры, которые его купили, были теми, кто первыми и объявили бойкот. Но на самом деле они все друзья и на одной стороне. Все думают, что есть противоположности, такие как хорошие и плохие парни в мире. Но на более высоких уровнях это просто игра. И все они работают вместе. Тем не менее, они должны придерживаться правил и положений, которые они сами создали, чтобы подавить остальную часть общества и позаботиться о том, чтобы на вершине не было слишком многолюдно. Поэтому вы должны играть по их правилам. Самая главная задача, которая там становится, это обеспечить, чтобы никто не мог вас отследить. Помимо самой элиты, никто из нижних чинов не может узнать, что на самом деле происходит. Разделение на группы. Так мы это называем. Да, каждый знает только свою маленькую часть. Только элиты знают, что происходит. Да. Но поскольку мы занимались грязной работой, нам нужно было много знать, потому что мы не могли позволить себе совершать какие-либо ошибки. Насколько высоко вы были в пирамиде? Вы были близко к ее вершине. Ну, мы общались с ними. Моему эго понравилось бы добраться до самой высокой позиции. В настоящее время мы говорим о 8 тысячах, 8,5 тысячах людей, которые управляют всем миром. Тогда мне казалось, что это было бы замечательно попасть в их число. Хорошо. Но если мы скажем, что верхушка обладает 100% информацией, можете ли вы оценить, насколько вы знали и понимали, что происходило? В моей работе я должен был знать 100% того, что происходит. Другого пути не было. Слишком высокая была заинтересованность людей, вовлеченных в это. Специально для верхушки. Именно. Если бы я не знал всех подробностей, я мог бы ошибиться. Это могло привести к побочному эффекту, поскольку эти ошибки будут обнаружены. Тогда люди, которые ничего не знают об этом, вмешаются. Мы должны иметь стальные нервы, чтобы функционировать на этом уровне. У вас стальные нервы? Да. Да, все отлично. В кавычках. Морозильник хорошо работал для вас? Да, я играл на самом высоком уровне пирамиды около пяти лет. И потом все было кончено. Все кончено. Это был очень напряженный момент для меня. Это случилось внезапно или была причина? Ну, нет. Дело в том, что я привел небольшой пример того, во что был вовлечен. В этом случае обмен валюты, доллар, аккуратное депонирование и хорошее управление активами, чтобы они могли расти до нормы прибыли, что привело бы к реинвестициям денег. Уровень, на котором я играл в течение тех пяти лет, и это не произошло за одну ночь. Вам нужно заработать это место. Я умею соединять точки, информацию, чтобы получить полную картину всех вещей, которые необходимо учитывать в игровом поле. Это очень подробный процесс. Вы выделяетесь, когда у вас есть к этому способности. Именно по этой причине мне доверяли 100% всей информации, касающейся моей работы. Поэтому я не знал обо всем, что они знали, но владел информацией обо всем, что мне нужно было знать по делу, с которым я работал с коллегами. Мне часто отводили лидирующую роль, потому что я хорошо разбирался в ситуации. У меня было хорошее новаторское мышление для решения проблемы. Я получал удовольствие, создавая решения таким образом, чтобы всегда оставаться впереди и перехитрить их, оставаясь в рамках правил игры, но играя с ними, чтобы все совпало. Я любил эту игру. Однако, с другой стороны, у вас была большая ответственность, и вы все больше узнавали о реальном мире, поскольку благодаря финансовому миру вы узнаете всю правду. Когда вы говорите «все», что вы имеете в виду? Ну, ваши клиенты делают вам намеки на то, как мир действительно работает. Оглядываясь назад, я все еще не знал всего, что я знал много, потому что мои клиенты были банками, которые не хотели, чтобы их руки были в крови. Но в этих банках всегда есть много людей, которые хорошо знают, что происходит. Таким образом, 1% людей в банке знают правду о событиях в мире, что неудивительно, учитывая, что они участвуют в потоках денег. Это ваши клиенты. Вы также имеете дело с правительствами, транснациональными корпорациями. Вы должны иметь дело со спецслужбами и то, что они теперь называют террористическими организациями. Вы получаете все те группы, которые связаны с большими деньгами в качестве клиентов. Затем вы начинаете видеть связь между ними. Поэтому они могут быть разделены, как вы только что упомянули, в зависимости от количества информации, которую они обладают. Но поскольку я нахожусь в сердцевине, я вижу, как одни соотносятся с другими. Вы видите деньги, выходящие из одного места, которые затем отправляются в другое место и так далее. Вы продолжаете получать информацию и тем самым просматривать то, что действительно происходит. Так что вам нужно делать, чтобы все эти группы были удовлетворены, включая террористические организации? Вы старались, чтобы все были счастливы? Да. Какой ужас. Это была моя работа. Жонглировать всеми шарами в воздухе? Да, действительно так. Итак, одна из вещей, которую я узнал, то, что я не знал раньше, но теперь я знаю о секретных службах. Вы думаете, что они там, чтобы служить в защиту людей, страны и так далее? Но они на самом деле оказываются преступными организациями. А если быть точнее, то система в значительной степени такова. Мы говорим о финансировании войн, создании войн в основном, о создании множества страданий в этом мире. Так много конфликтов. И тогда я думаю про себя. Если бы люди знали, что такой мир на самом деле, секретные службы не остановятся ни перед чем. Но у них также есть свои денежные потоки. Потому что если они торгуют наркотиками или оружием, или если на то пошло людьми, все эти деньги должны куда-то уходить. Все должно быть профинансировано. Вы говорите «если». Но могли бы вы подтвердить, что они это делают? Да, все. Все они. Не может быть. Таким образом, весь мир, как мы о нем думаем, каким мы его знаем, это всего лишь иллюзия, в которую мы верим. Это то, что вы узнаете, работая в этой области, где все пошло со мной не так, если можно так выразиться. То есть вы имеете в виду, пошло правильно наконец-то? Оглядываясь назад, да. Это было к лучшему. Но мой морозильник начал работать неправильно. Вокруг происходили события. Например, я пошел на другой торговый рынок, и один из моих коллег сказал, «Рональд, помнишь ли ты эту историю с итальянской лирой?» Я иногда упоминаю об этом во время переговоров. Вы помните эти сделки, в ходе которых мы провели массовый демпинг лиры, что привело к снижению стоимости валюты, из-за чего компании в Италии обанкротились? И затем вы слышите в ответ, «Вы помните успешную сделку с лирой?» Я говорю, «Да». И затем они говорят, «Знаете ли вы, что владелец покончил жизнь самоубийством? После его смерти у него осталась семья». И тогда мы смеялись над этим, «Ха-ха-ха». Все вместе, все мы. Мы смотрели сверху вниз на людей, издевались над ними. Это был просто продукт, отходы. Это было бесполезным мусором. Природа, планета, все может гореть и ломаться. Интерьер. Просто бесполезные паразиты. До тех пор, пока мы не достигли наших целей. Пока мы росли. Многие из моих коллег стали алкоголиками или наркоманами. Не я. Может быть, и я должен был стать таким. Нет, задним числом это было к лучшему. И я счастлив, что все еще жив. Однако все эти ужасные вещи начали поедать меня изнутри. Можете ли вы привести пример, потому что я чувствую, что с вами произошло много ужасных вещей? Да, мне трудно об этом говорить. Я чувствую это. Но поделитесь только тем, что вы считаете удобным. Да. Я говорю только о вещах, которых хочу рассказать. Но это вызывает много эмоций и глубоко затрагивает мою совесть, не находящуюся в морозильнике. Можете ли вы рассказать мне худшее, что произошло, что стало причиной переломного момента вашей ситуации? Ну, это было началом конца. Вы так глубоко входите в эти круги, и вы подписываете пожизненный контракт, не кровью или еще чем-то. Никогда не разглашать названия компаний, организаций или имена людей. Я думаю, именно поэтому я все еще жив. Вы должны придерживаться этого. Если мы говорим о худших вещах, которые я испытал, я просто рассказал вам о том, что вызвало спой в морозильной камере. Моя совесть начала проявлять себя. Скажем так, я тренировался, чтобы стать психопатом. Я потерпел неудачу. Я не закончил обучение и не стал психопатом. Моя совесть вернулась, и для меня это стало самой большой трудностью, потому что у меня был такой большой статус. Я был успешным. Мне доверяли люди, играющие на этом уровне. Короче, большинство из этих людей не придерживалось господствующей религии, христианства. Итак, у вас есть католики, протестанты, всевозможные религии. Эти люди, большинство из них, были люциферианцами. И вы можете сказать, религия — это сказка, Бога не существует, ничто из этого нереально. Что ж, для этих людей это правда и реальность. И они служили чему-то нематериальному, что они называли люцифером. Я также был в контакте с этими кругами, только я смеялся над этим, потому что для меня они были просто клиентами. Поэтому я пошел в места, называемые церквями сатаны. Итак, теперь мы говорим о сатанизме? Да. Поэтому я посетил эти церкви. Так же, как посетитель зашел, и они делают там свою мессу с голыми женщинами, напитками и прочими. И меня это просто забавляло. Я не верил ни в одну из этих вещей. Я был далеко не уверен, было ли это реальностью. Я был не уверен, что это было реальностью для них. Это было просто зрелище для вас? Да, по моему мнению, темнота, зло находятся внутри самих людей. Я еще не установил связь. Поэтому я был гостем в этих кругах. Мне очень забавляло видеть эти голые женщины и многое другое. Это была хорошая жизнь. Но потом, в какой-то момент, именно поэтому я рассказываю вам это сейчас, меня пригласили участвовать в жертвоприношениях за границей. Это был переломный момент. Дети. Вас попросили сделать это? Да. И я не мог этого сделать. Вы бы хотели сейчас сделать паузу? Нет. И потом я начал медленно ломаться. Я много пережил, когда был ребенком. И это действительно тронуло меня. Все изменилось. Но это тот мир, в котором я оказался. И тогда я начал отказываться от заданий в своей работе. Я больше не мог этого делать. Я стал представлять для них угрозу. Для них, конечно. Да, я больше не мог нормально функционировать. Моя работа начала трещать по швам. Я отказался от заданий. Я не участвовал. Цель всего этого, в конечном счете, в этом мире состоит в том, что у них в кармане есть все. Вы должны быть восприимчивы к шантажу. И шантажировать меня оказалось очень сложно, если я не оглядываюсь назад. Они хотели сделать это через этих детей, через эти жертвы. И это сломало меня. Вы не говорите мне что-то новое. Что они делают в политике? Если вы загуглите эту информацию в интернете, вы найдете достаточно много свидетельств по всему миру, что они это на самом деле делают. Это не сказка Уолта Диснея. К сожалению, правда заключается в том, что во всем мире они делают это в течение тысяч лет. Я когда-то изучала богословие. И даже в Библии вы найдете ссылки на эти практики. Вы знаете о том, что сказано в Библии о принесении жертв детей в Вавилоне. Так что все это существует в действительности. Все это заставило меня поверить в то, что в реальности, в нашем мире, есть намного больше всего, чем мы себе представляем, если бросаем на нее лишь поверхностный взгляд. существует целый невидимый мир. И это реально. Речь действительно идет о темной силе и проявлении света. Поэтому я прибегнул к изучению богословия, чтобы разобраться во всем этом. Тот переломный момент, о котором вы меня спрашивали. Я очень тяжело его пережил. Я тогда получил официальное приглашение. Вы думаете, они мне прямо сказали «Привет, Рональд, пойдем с нами на вечеринку, мы будем резать на куски маленьких детей». Нет, конечно. Это все было по-другому сказано. А как по-другому? Все было очень продуманными. Двое из моих коллег, которые пригласили меня тоже войти в эти высшие круги, потому что, как они мне объяснили, я бы приобрел больше власти, влияния. Они достаточно долго выстраивали со мной эти доверительные отношения. И они думали, что к этому моменту я уже был готов это сделать. Откуда они могли знать, что это послужит для меня спусковым механизмом? Это же не входило в их намерения. Поэтому я тогда и вообразить себе не мог, что такой обычный выходной субботний вечер, когда люди часто куда-то ходят, чтобы развлечься, отдохнуть, закончиться резнью детей. Я не знаю, как эти люди могли спокойно в этом участвовать. Но для меня этот вечер, на который меня пригласили, закончился шоком, с которым я не мог совладать. Мы сейчас говорим конкретно об этом высшем внутреннем круге людей, которые исповедуют больную религию. И мы все этим просто шокированы. Могу привести другой пример, тоже в связи с детьми. Потому что мы не можем просто отбросить эти мысли, как тяжелые, так как эти люди продолжают оставаться в неведении по поводу происходящего. В этом как раз и есть вся проблема. Я говорю сейчас о хороших людях, не о плохих. Их ведь плохих не так и много. Плохие люди продолжают все это делать. Но хорошие люди по всему миру не делают ничего, чтобы это изменить и остановить. Они даже не хотят об этом знать и слышать. Надо ведь же только положительными эмоциями, как они говорят. А все это меня не касается. Поэтому я и не хочу об этом знать. А ведь это происходит уже достаточно долго. Поэтому я все-таки не могу не испытывать гнев в отношениях таких хороших, в кавычках, людях. Да, это верно. Когда-то в годы моей юности мне было лет 16-20. Я слышал, как в моей семье, это не от кого-то, а из первых уст, рассказывали истории о сестрах милосердия, которые ездили с гуманитарной миссией в Индию. Эти люди, я пытаюсь себя контролировать, эти сёстры милосердия были просто уничтожены морально и психически в течение 4-5 лет после их возвращения в Нидерланды. Никто не должен был об этом узнать. С чем же это было связано? С детьми. Опять с детьми. Каждый раз это происходит именно с детьми. Торговля детскими органами. Мы все думаем, что это всё норма нашей жизни, что детей надо спасать. Но откуда же берутся эти органы для пересадки? А эти дети, в тот момент, когда у них вырезают органы, они же ещё живы. Эти сёстры милосердия больше не смогли этого вынести там, в Индии. У меня нет абсолютной твёрдой уверенности в том, что это не продолжает происходить и сейчас. Мир, просыпайся. Иди, выясни всё это. Торговля органами, детскими. Никто об этом не говорит. И никто ничего не предпринимает по этому поводу. А эти проклятые сатанисты делают своё дело. Это же только маленькая группа больных садистов, а торговля органами процветает по всему миру. Идёт поклонение Богу Мамоне. Это просто настоящее жертвоприношение. Теперь много пишут в разных статьях о судебных исках в Англии по поводу массовых изнасилований молодых девушек. И насильников оправдывают. Мы не можем защитить наших собственных детей. Что это за мир такой больной? И это наше будущее. Я могу подтвердить следующее. Если вы начинаете делать детям зло с их самого раннего возраста, то ваш мир станет ещё более больным. Это называется выдача лицензии для развязывания Третьей мировой войны и полного уничтожения человечества. Если мы будем продолжать это делать с нашей молодёжью, с нашими детьми. И после этого они называют меня ещё лжецом, выдумщиком. Оглянитесь вокруг, просыпайтесь. Для этого я лично вам не нужен. Вы также психолог, если мне не изменяет память. Да, но я это сделал в своей прошлой жизни, потому что благодаря коммерческой психологии, массовой психологии, я был в состоянии манипулировать ситуациями ради собственной выгоды. Это страшно, потому что если вы вникаете в это, вы обнаружите существование Твистокского института и контроля над сознанием, таких программ, как МК Ультра, Монарх и тому подобное. Да, верно. Но это было частью работы. Благодаря обучению на работе я углубился в это, потому что когда вы проводите сделки, вам также нужно манипулировать средствами массовой информации. Вам приходится манипулировать множеством вещей, потому что ничего не должно быть видно, как это на самом деле происходит. Все должно выглядеть по-другому. Вы видите людей, как стадо овец. Вы помещаете пару пограничных собак к коле и ведете их в нужном направлении. И если быть честным с самим собой, я все равно вижу, что это происходит вокруг меня. Люди по-прежнему через системы и методы, которые мы сами использовали, обрабатываются таким же образом. И это работает. Люди до сих пор не понимают, как это действительно работает. И все еще находятся на уровне до тех пор, пока у меня есть пиво, у меня все хорошо. И они находятся в зависимости от своих сиюминутных потребностей, а также механизмов выживания. Я имею в виду, что эта программа управляет людьми. И ты просто направляешь этих людей так, как ты хочешь. Тогда ты являешься одним из тех, кто дергает за ниточки. Массовая психология. Да. Много позже, во всех этих исследованиях и открытиях, я нашел документ, который они, как они утверждают, является ерундой, конечно же. Это протокол протоколы сионских мудрецов. И сегодня я рекомендую всем прочитать весь этот невероятно скучный документ. Просто проработайте его, прочитайте. Мы также говорим о сионизме. Да, конечно. Если вы читаете протоколы сионских мудрецов и действительно изучаете и понимаете их, тогда это похоже на чтение газеты о повседневной жизни, с точки зрения присутствия их верховной власти. И в конце концов, их власть стала верховной. Но только потому, что люди не могут постоять за себя. Они не понимают, что такое реальность. И у вас все запрограммировано. Если вы осмелитесь сказать правду, что вы против сионизма, тогда вы являетесь брендом антисемитизма, антисемита. Весь этот негатив, все это зло, эти лицюферианцы, сатанисты, как бы вы их ни называли, это целый сатанинский культ. Я обнаружил, что то, что написано в Библии, и не только в Библии, а во множестве других священных текстов, действительно наступил момент, когда необходимо отделить это зло, эту группу, которая пошла своим путем, которая несет сильную ненависть, гнев от всякого проявления света, доброго начала. И существует немало людей, которые понимают, насколько серьезны их намерения, потому что это все уничтожающая сила, которые ненавидят нас до глубины души, они ненавидят созидание, они ненавидят жизнь. Они сделают все, чтобы полностью уничтожить нас, и выбранный ими способ сделать это – разделить человечество. Разделяй и властвуй, это их истина. Человечество – есть проявление света, это истинное творение. А когда людей начинают разделять по принадлежности к политическим партиям, цвету кожи, тогда действуют с точки зрения Люцифера. То есть начинают подавлять противника, обычных людей, все его возможности, всю его мощь. Люди не могут постоять за себя, потому что, если это произойдет, люциферианцы проиграют. Тогда весь этот монстр, жадный монстр, просто исчезнет. Я рассказываю людям, о старом американском генерале, который набирает полную комнату людей и оставляет их в темноте. Глаза приспосабливаются к темноте, но вы ничего не видите. Генерал не произносит ни слова, и вдруг он щелкает зажигалкой, возникает маленький огонек в темноте. И из-за продолжительной темноты вы ощущаете, что свет исходит из одной точки. И каждый может немного увидеть друг друга снова. Затем генерал говорит, это сила нашего света. «Прекрасно». «Объединяйтесь, собирайтесь все вместе, и вся история этой мерзости станет очевидной. Вот как быстро это может произойти. Сейчас мне легко говорить об этом, но был в моей жизни период, в котором моя жизнь лежала в руинах. Не могли бы вы рассказать нам что-то конкретное? Я начала отказываться от заданий по работе. Моя совесть вернулась ко мне после того, как я отказалась участвовать в этом ритуале детских жертвоприношений. И я стала отказываться все больше и больше. Моя совесть окончательно победила во мне. И больше я не мог в таком масштабе работать на них, как раньше. Но после этого все же приступили к работе. У меня не было выбора. У меня был собственный бизнес с несколькими офисами и служащими. Пока все еще это было. Это должно было быть трудно. Да, это было очень тяжело. Я жил в напряжении. И так, с одной стороны, вы играете с деньгами на высоком уровне, на котором вы не можете позволить себе совершить ошибки. В противном случае все сразу рухнет. Весь ваш бизнес, все будет уничтожен. У него же все вовлечены, в том числе и вы. Вот где я действительно понимаю, что это конец. Это все вызвало во мне сильнейший стресс. Я постепенно стал обретать совесть. Я был предупрежден, когда я ввязался в это дело. Не делайте этого, если вы не можете поместить свою совесть на 100 градусов в морозильную камеру. Вы, наверное, это поняли? Да. Я слышал звук моего голоса, как я смеялся над этим тогда. Но это была не шутка. Я совершенно не понимал, куда я действительно попал. А ваш пресловутый морозильник был включен? Он был просто сломан. Я понимал, что я больше так не могу. Поэтому я попытался подчинить его, поддерживать видимость. Я не знал, как выйти из этого. Я тоже попал в ловушку. Все были в ловушке. Все это привело меня к полному краху. Мое тело просто омертвело. Первое, что я увидел, это плач моей матери в отделении интенсивной терапии. Вы оказались в отделении интенсивной терапии? Да. Я действительно закрылся от внешнего мира. Вы буквально были сломлены? Да. И в то время я не верил в Бога. Я все еще помню этот момент, когда я увидел самого себя сверху, вот с того угла зрения. Видел, как врачи возились надо мной. У вас был почти смертельный опыт? Ну, это можно так назвать. Я видел, что я нахожусь вне моего тела и одновременно и в моем теле, и вне его. Я видел, как врачи стояли надо мной. И потом я долго не хотел говорить об этом. Я действительно начал говорить об этом намного позже. Но к тому времени я уже так много исследовал и начал верить в Бога. Я начал лучше понимать духовное и материальное. В тот момент я окончательно осознал, что на самом деле я испытал тогда. Пришло четкое понимание, что мое тело всего лишь сосуд. Поэтому я пережил все это. Но мне также понадобилось много времени, чтобы восстановиться. да, конечно. Да, я чувствовал себя подобно поезду потерпевшему крушения. Полное крушение. Я был полностью сожжен. Я разбился. Организму понадобился год, чтобы выздороветь. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности. Но после того, как я вышел из клиники, меня просто подвергли настоящим физическим пыткам в тех сферах. Это было для того, чтобы я никогда не смог нарушить договор о секретности. Меня изъяли на какое-то время. Меня лечили их методами. Все эти факторы вместе просто усилили мое стрессовое состояние, которое я испытывал, чувствуя, что приближаюсь к финалу своего существования. Вы имеете в виду похищение, как мы это называем, или программирование? Нет. Они подвергли меня определенным видам пыток, которые гарантируют, что ты никогда не повредишь никому в этом мире. Все произошло так, что конец моей первой жизни был настолько экстремальным, что я больше не смог с этим справиться. Я не мог с этим справиться никак. Однако сила моего мышления была настолько несокрушимой, что это произошло только с моим собственным телом. Это было... Ну, я больше не знал, что делать. У меня не было никаких вариантов. Я хотел бы тогда, как и многие мои бывшие коллеги, принимать алкоголь, наркотики. По крайней мере, мой конец был бы более мягким. Большинство из них уже мертвы. Я знаю, что главным образом остались одни подставные люди. В моей жизни осталось мало живых людей из той среды, которых я тогда знал. Большинство из них уже мертвы. Я тоже был мертв, но я все еще здесь. Значит, в вашей жизни что-то еще осталось, чем можно заняться? Да, я полагаю, что можно так сказать. То есть, на это потребуется еще какое-то время. Коротко об этом рассказывать, о том мире, в котором я в результате оказался, не получится. Но я не знаю, как долго по времени мы уже с вами говорим. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы, я могу на них ответить. Мне бы хотелось быть кратким, но я не знаю, как это сделать. Продолжение следует...